Александр Михайлов был одним из первых, чей билет по счастливой случайности попал в руки ведущего во второй день суперигры викторины областного фестиваля «Тюменская осень» в Тобольске. Когда позвонили мне, я занимался своими делами, ну вообще не подозревал, что что-то мне выпадет, что вытянут мой билетик. Я поначалу не поверил, чувствовал волнение, переживания. Первый вопрос был не такой сложный, а вот второй уже я не знал, уже наугад отвечал. Но с ответом Александр ошибся и получил утешительный подарок от телекомпании «Тобольское время». Теперь он будет печа из фирменной кружки в честь года Ремезова, а в ближайшие выходные побывает на цирковом представлении. А вот таболячка Татьяна Матошина верно ответила на оба вопроса и выиграла новенький айфон. И с утра пораньше она пошла в центр выдачи призов, где ей и вручили смартфон. Была немножко в шоке, потом я, конечно же, очень была рада, что наконец-то, хотя бы раз в жизни, мне выпал такой шанс победить в конкурсе, потому что, ну, как бы всю жизнь приходится зарабатывать своими делами, работой, поэтому я очень рада. Я, конечно же, понимаю, что это все не обман, тем более, что теперь я сама уже стала обладательницей приза. Пользоваться айфоном планирует сама. По ее словам, престижный гаджет станет хорошим дополнением к образу делового человека. Вместе с Татьяной Матошиной победу празднует и Галина Иванова. Вторая суперигра викторины принесла ей автомобиль Лада Гранта. Во время эфира женщина укладывала больного супруга спать. Звонок от ведущего из студии стал неожиданным сюрпризом. Раз и звонок. Ну, я всегда думаю, господи, правда или нет. Ну, сказали ответить на вопросы, я ответила. Потом вы второй раз позвонили. Ну, вроде бы как поверила, что это настоящее. Ночь сегодня вообще не спала. Галина Леонидовна – пенсионерка. Родилась в селе Байкалово, а в 1977 году переехала в Тобольск. Более 18 лет работала мастером по приему и разгрузке вагонов. Затем трудилась на нефтехимкомбинате. Была даже охранником в школе. Первой, кому Галина Леонидовна сообщила о суперподарке, была дочь, которой пенсионерка и решила передать автомобиль. Если честно, то я считаю, что очень даже повезло. Вот из этого количества именно взять одну бумажку и именно с маминым телефоном, с маминым вообще номером – все. Это очень-очень-очень счастливый человек, я считаю. Наталья Китова, Ярослав Прохоров, Михаил Куричко. Тобольское время. Продолжение следует...